Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 19 февраля, пятница, конец рабочей недели, ну условный конец. Завтра суббота, рабочий день в связи с приближающимся праздником 23 февраля. Но сегодня все-таки подводим итоги недели. И вы знаете, мы будем говорить сегодня не о политике в чистом виде, не о том, что произошло в мире, не о том, что происходит на территории Украины, в Западной Европе, в Турции, в Сирии, в России. А мы с вами поговорим о молодом поколении. Необходимость такой темы, она назрела в принципе давно. Поводом к этой теме, для того, чтобы ее сегодня поднять, послужило то, что мне по роду моей деятельности, ну не так, чтобы уж часто, но там раз в месяц, раз в два месяца приходится выступать перед студентами, перед рабочей молодежью, перед школьниками, там студентами вузов. Вот недавно я выступал в библиотеке имени Пушкина. И, в общем-то, на этих встречах сформировалось особое видение такое, знаете, проблемы, которые на самом деле существуют и в Российской Федерации в том числе, и в Крыму в том числе. Эта проблема называется «А что на самом деле за душой и в головах у наших молодых людей, и юношей, и девушек в возрасте от, ну условно, от 14 до 30, до 25?» Эта проблема, знаете, возникла сначала еще в мае 15-го года. Тогда меня попросили выступить перед старшеклассниками одной средней школы города Симферополя. А основным поводом послужило то, что старшеклассники, выпускники, они уже выпускаются из школы, но при этом они до конца не поняли, они открытым текстом там, ну понятное дело, это были мальчики, это были достаточно решительные, самостоятельные мальчики. Они задали такой вопрос, а почему у нас украли родину? И поясняют, мы 10 лет проучились в школе под украинским флагом, а тут вот последний год начинается активная пропаганда, а мы вообще не понимаем в связи с чем, почему у нас украли родину дословно. И вот здесь вот возникает проблема, связанная вот с чем. На самом деле вот такие задачи, такой вопрос прозвучал, вот как на него ответить? Для того, чтобы, во-первых, ответить искренне, заинтересованно, ненавязчиво и не скатиться, знаете, в пафос. Бывает же такое, скатываешься в пафос, начинаешь махать шашкой, либо еще хуже того, стыдить человека, что он задает такие неправильные вопросы и так далее, и так далее. В принципе, вот это касание с человеком, оно становится проигранным. А количество людей или детей, которые до конца чего-то не понимают, либо которые имеют скрытую внутреннюю агрессию, которые имеют неуважение к старшим людям, это проблема. Эта проблема сказывается на том, что количество молодых людей, которые воспитываются достаточно неуправляемым способом, велико. И если посмотреть на то, что Майдан в Киеве, например, в большинстве своем, понятное дело, это был заговор не уличный, но среди людей, которых поставили на Майдан, очень много было студентов разных вузов, от Могилянки до университета имени Шевченко. И вообще, вот студенчество городов-миллионников, это достаточно серьезный вопрос. Получается ситуация, при которой мы вроде бы как бы, это наши дети, нам там 40 плюс, 50, мы как бы платим деньги за то, чтобы они учились, мы их отправляем в вузы престижно, мы им даем специальности, но что находится в головах и на сердцах детей, мы до конца не знаем. И это может в долгосрочной перспективе послужить достаточно большой проблемой с точки зрения того, что лет через 10-15 мы будем передавать эстафету управления. Дети, которым сейчас 15, 20, 25, они начнут занимать посты, занимать должности, которые являются управленческими, и от того, что на самом деле, как они сами себе отвечают на вопрос, чьих ты будешь, кто ты такой, что у тебя за страна, почему, например, крымчане взрослые, а Крымская весна, она-то произошла, в отличие от Майдана, более старшими людьми. Майдан произошел более молодыми людьми, обращенными в сторону Запада, а Крымская весна произошла более старшими людьми, если сделать анализ целевой аудитории по возрастам. То вот эти все вопросы, они выливаются в достаточно важную проблему, которую я предлагаю решать сообща, я предлагаю решать совместно. И сегодня в эфире программа «Информационная война» миролюбивая. Я хочу поделиться нашими наработками нашей телерадиокомпании «Крым», которая, в общем-то, не только вещает по телевизору, но мы еще и разрабатываем некоторые методические материалы. Прежде всего, я хочу начать с точки зрения того, как выходить к детям, о чем с ними говорить, как отвечать на вопрос о Крымской весне, как отвечать на вопрос о русском мире, как объяснять, что происходит в отношениях с Украиной в нынешнем составе, в нынешнем правящим режимом киевским. Вот для того, чтобы подойти к этому вопросу, я предлагаю уделить пять минут буквально такому понятию, как психологические возраста. Дело в том, что во многом поведение детей, их реакции, их отношение к людям, к Богу, к деньгам, к труду, обусловлено тем, что на протяжении первых 12 леток, это 12-летние циклы, как в том же китайском календаре практически, первые 12 лет – это детство. Где-то с 2010 года начинается гормональное изменение, но детство характеризуется тем, что дети сидят на шее у родителей от и до, свесив ножки. Это неплохо и нехорошо, это так, данность, это как солнце светит, ветер дует. Это детство. Детей надо кормить, за ними надо ухаживать, их надо учить, с ними надо играть, отрабатывать социальные роли, их нужно готовить к более взрослому этапу жизни. В 12 лет, условно, начинается юношество. Юношество, в отличие от детства, точно такое же дети сидят на балансе у родителей, они на полном содержании, на полном пансионе. Причем в обществе нашем есть достаточно интересный нюанс, связанный с тем, что по инерции Советский Союз ввел такое законодательство, которое запрещает эксплуатацию детей. Ну, эксплуатация детей – это то, что в 19 веке, еще при английском капитализме, в России, когда детей эксплуатировали полный рабочий день, им не доплачивали, как неполноценным работникам. И, соответственно, владельцы заводов газет «Пароходов» на этом зарабатывали больше, но дети тратили здоровье, особенно на вредных производствах и так далее, и так далее. И законодательно в начале 20 века были приняты некоторые законодательные акты, связанные с тем, что эксплуатировать детей нельзя. Но вопрос эксплуатации и вопросы труда – это разные вещи. У нас получился перекос в этом деле, связанный с тем, что вторая 12-летка с 12 до 24 у нас дети, ну, до 17, так точно, до окончания школы, в общем-то, нигде не работают. Нигде не работают за зарплату, нигде не работают ни в бюджетной, ни в какой сфере, это законодательно не поощряется. Но получается вот этот вот зазор, связанный с психологической особенностью отношения к деньгам. До практически 20 лет, ну, 17-18 так точно, дети находятся на балансе родителей и вообще не думают о хлебе насущном. Либо думают в очень таких неблагополучных семьях и вынуждены что-то предпринимать. И, кстати, из этих семей получаются более устойчивые в жизни дети, дети, которые, ну, поняли, почем фунт лиха, и которые, собственно говоря, хотя бы имеют какой-то опыт во второй 12-летке зарабатывания денег. То есть тут в этом вопросе нужно найти баланс, но самое главное, что из этого вытекает с методической и с психологической точки зрения, дети инфантильны, они не отвечают за себя, за свой баланс, они в привычном режиме жизни, они занимаются только тем, что реализовывают свой гормональный фон. Соответственно, они занимаются становлением своего «я» среди сверстников, а для мальчика это очень важно и поставить очень важный кусок жизни. У девочек там свои сценарии развития, но, тем не менее, с точки зрения ответственности, с точки зрения взятия ответственности на себя, с точки зрения даже проектного менеджмента, что такое ответственность? Это придумать тему, пригласить в проект людей, взять ответственность за всех, реализовать проект и достичь поставленного результата. И перейти на другой качественный уровень развития. Вот среди детей это у нас не практикуется. У нас так сложилась ситуация, что вторая 12-летка – это дети, в общем-то, инфантильные. Сидят на чужом балансе, сами ничего, никакой наличности не генерируют, обеспечить себя не могут. Это и в связи с укладом жизни, и в связи с тем, что мы на эту тему, в общем-то, думаем мало. 24 года – это так называемая точка Гамлета. Если вы помните, Гамлет – это человек, который все время задавал один вопрос – быть или не быть. Ситуация складывается таким образом, что вот эта привычка прожить 20 лет на чужом балансе, она приводит к тому, что многие люди, особенно мужчины, даже к 30-35 годам, они принять решение быть. Ну, что такое быть по-гамлетовски? Это слезть с чужого баланса и начать генерировать материальные ценности самому. Причем независимо от того, есть ли у тебя сзади поддержка или нет. Тут еще есть вот какой нюанс. В 20-24 года дети, в общем-то, успешных и стоячих родителей, которые там создали определенную инфраструктуру, связи и так далее, и так далее, которые могут пристроить свое чадо на какое-нибудь денежное место. Внешне может сложиться ситуация, что парень или девушка начинает генерировать какую-то наличность, которая, в принципе, ему достаточно. Он даже может себе приобрести какое-то там жилье, какой-то автомобильчик, завести семью, родить детей. По большому счету, по внешним признакам, человек перешел точку Гамлета. Он дал ответ на вопрос, быть или не быть. Быть. И он может взять на себя ответственность и так далее, и так далее. И, в общем-то, вроде бы состоялся. Но жизнь так устроена, что невыученные уроки периодически возвращаются, и иногда возвращаются даже не в 30, а и в 40 лет. Бывают всякие ситуации, что если поддержка клана так незаметна, или семьи, вдруг происходят разные события, типа Крымской весны, типа Переворота и так далее, и так далее. Происходят социальные лифты, и поддержка клана или семьи вдруг пропадает. И человек оказывается в ситуации, когда он на денежном месте находился только потому, что его туда поставили. Его отбрасывают в никуда. И вот здесь выясняется, что человек сам по себе, без поддержки клана и семьи, ничего не может. Он не может заработать, сгенерировать наличность, он не может содержать семью, ни дом, ни машину. Но семья разрушается, и таких примеров на самом деле очень много. То есть невыученные уроки второй 12-летки, подход к вопросу Гамлета возвращается рано или поздно, и этот урок все равно нужно выучить. А с точки зрения того, с чего мы начали сегодняшнюю программу, как это соотносится с детьми, с точки зрения их отношения к политике, к Украине, к России и так далее, и так далее. Вот именно потому, что дети во второй 12-летке своей жизни находятся на балансе, находятся в достаточно расслабленном положении, все равно за них кто-то побеспокоится, их накормит, даст карманных денег, решит вопрос, отведет за руку куда-то в государственный орган, чтобы там сформировать какие-то документы, поставить штампик и так далее. У детей нет ответственности. И при этом есть еще одна очень важная вещь. Дети с родителями контактируют очень плохо. Есть такой разрыв поколений. Дело в том, что родители на самом деле с детьми проводят времени меньше на порядок, чем, например, это было в 70-е, 80-е годы. Сейчас темп жизни такой, что родителям просто некогда. Родители заняты зарабатыванием хлеба насущного, они же ответственные. Они перешли точку Гамлета, дети еще нет. Времени, количество времени очень мало. Дети все время находятся под влиянием электронных средств массовой информации. И вот здесь происходит перехват управления молодым поколением. Помимо того, что вузовские наши программы финансируются во многом часто за рубежа и материально, иногда идеологически. Так вот, из-за того, что весь информационный поток, входящий в детей, по своему валу превышает информационный поток от представителей старшего поколения, у нас происходит перехват управления молодого поколения. Дети смотрят с детства мультики. Причем мультики, если посмотреть весь массив контента, мультфильмы разной длительности, которые в интернете, по телевизору, на телевизионных платных спутниковых каналах и так далее, либо закачанной на планшете, когда ребенок требует внимания, ему внимания уделить, не получается, что делают родители? Они дают ему планшет, телефон, говорят, вот тебе игрушки, вот тебе мультики, играй. Самое интересное, перехват управления происходит в том смысле, что эти игрушки, эти мультики, они на самом деле, как и любой контент, как и любые мультики, они пропагандируют стереотипы поведения, не связанные с нашей культурой. В деталях, как это выглядит. Ну, все эти губки, бобы там и другие мультики, если их разложить, вот взять и провести психологическую экспертизу, а есть такие учреждения, которые это делают, на предмет, например, таких человеческих качеств, как чуткость, как эмпатия в чувствовании, как сопереживание, помощь, взаимовыручка, та же ответственность и другие качества, присущие нашей культуре, особенно присущие с точки зрения воспитания мальчиков, которые с 12-летнего по 21-й год вообще должны воспитываться воинами и ответственными. Поскольку этого воспитания, ну и, естественно, ответственными с точки зрения труда, отношения к труду и к деньгам, поскольку этот пласт воспитания отсутствует как таковой, либо присутствует частично, а заполняется вот этим западным контентом, у детей против воли, независимо от того, что мы об этом думаем, либо что дети об этом думают, формируются стереотипы поведенческие, связанные с теми моделями, которые заложены в этих мультиках. Более того, самая интересная ситуация складывается в том, что западный контент, который якобы там произведен на Западе и который мы смотрим в переводе, это еще полдела. На самом деле, поскольку у нас глобальная система разделения труда, у нас очень многие продакшены, телевизионные и кинематографические снимают мультфильмы и фильмы, которые на самом деле являются продолжателями западных моделей поведения. Более скажу, даже вот такие каналы, как ТНТ, Комедиклаб, КВН, вот эти вот сценки, которые привлекают внимание, которые смешные достаточно и так далее, и так далее. Вот даже знаменитая КВН-команда из Ставрополя, да, город Пятигорск, да, там Оля Картункова. Достаточно веселая команда, очень уверенно взяла бы там победу в 2013-2014 году, но в принципе модели поведения, которые программируются вот этими сценариями, я уже не говорю о том, сколько раз за отчетное время, например, звучит реклама наркомании, гомосексуализма, либо пьянства вообще, как якобы высмеивается пьянство, но тем не менее оно на самом деле проповедуется, если вспоминать технологию Око-Навертона. То есть средства массовой информации даже классифицируются не по тому критерию, кто они, западные или наши, а по тому критерию, кто является концептуальным поставщиком заказа. И вот здесь получается ситуация, при которой наши дети, которые вроде бы с 12 до 20 лет должны быть под нашим присмотром, нашей опекой, но опять же с импульсом на то, чтобы они были самостоятельными, чтобы они достигали определенных задач и в области зарабатывания денег, и в области построения отношений с противоположным полом, и в других вещах вот эти модели поведения, которые нам кажутся правильными с нашего опыта, они на самом деле подменяются моделями поведения, которые вообще не наши. В интернете сейчас вот идет большая дискуссия, кстати, уже много лет идет о том, например, должны ли мальчики, приглашающие девочек на свидание, платить за них в ресторанах или в кафе, не нужно ли проповедовать раздельный счет. И вопрос на самом деле висит в воздухе, на него прямого ответа такого, знаете, общепонятного и утвержденного обществом как бы и нет, потому что разные культуры к этому вопросу относятся по-разному, но дело в том, что мальчики, которые берут на себя ответственность и которые ищут радости во взаимоотношениях с противоположным полом, это действительно явление русской культуры, которое означает то, что мужчине нельзя быть инфантильным, ему надо вести себя по-мужски. Это, кстати, энергетические, поведенческие, очень многие вещи определяет. И когда, например, 18-летние юноши, уже попробовавшие групповой секс и так далее, вдруг заявляют, что платить в ресторане они вообще не обязаны, и что это у нас равноправие, феминизм и так далее, то здесь и происходит результативность вот этого перехвата управления культурного. Понимаете, люди, которые не думают о рождаемости, о том, как завести семью, о том, сколько будет русскоязычных людей разных национальностей на этой территории через 10, 15, 20 лет, которые думают о сиюминутных вещах, и даже вот такие вещи, которые старшему поколению кажутся очевидными, обязательными к исполнению, это для них большой вопрос. Очень большой вопрос, как они вообще будут управлять. Очень большой вопрос, как они будут управлять своей семьей, если создадут. Вот эта инерция психологического возраста юношества, когда еще точку Гамлета, быть или не быть, человек не прошел, она-то по инерции остается и дальше. Очень много людей, которые остаются в юношестве, и ответственность за себя и за других не берут даже в 40- и иногда даже в 50-летнем возрасте. И это большая проблема. Это тоже результат перехвата управления, воспитания подрастающего поколения в предыдущие периоды жизни, которые мы с вами тоже прошли. И это на самом деле предмет для того, чтобы мы с вами собрались и подумали, а что с этим делать с точки зрения методической. Изменить уклад жизни для того, чтобы родители уделяли больше времени детям, ну, наверное, быстро не получится. Экономический кризис, нехватка работы, конфликты, борьба конкурентно за рабочие места. Люди, папы, мамы, вынуждены подпрыгивать очень сильно, для того, чтобы прокормить семью, для того, чтобы решить материальные проблемы. Времени свободного для самообразования, я же не говорю для того, чтобы воспитать детей. Чтобы воспитать детей, им что-то дать, нужно как минимум сначала чему-то научиться. Это тоже большой вопрос. Люди в информационном поле ведут себя достаточно потребительски и поверхностно. Вот то, что по верхам лежит, то в голову и закладывается. Продуманной, осознанной политики, внутрисемейной, как выстраивать отношения с женой, как выстраивать отношения с ребенком, в общем-то, в основной своей массе у людей практически нет. И вот с этой точки зрения, мне кажется, вопрос, который мы поднимаем в нашей информационной войне уже давно, а именно о большой педагогической конференции с участием родителей, причем особенно родителей, которые разрабатывают методики воспитания детей, которые добиваются определенных результатов. Чтобы там участвовали учителя, особенно учителя-энтузиасты, которые, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в учительской среде, тем не менее разрабатывают методики эффективные, которые позволяют не только, знаете, накачать ребенка знаниями там школьной программы, но еще и развить личность до того, чтобы хотя бы ребенок вышел из школы более-менее приспособленным к жизни, умеющим адекватно реагировать на давление среды, на вызовы и реализовывать себя. Не впадать в депрессию, когда что-то не получается, а закрываться у себя в комнате и обвинять всех родителей в том, что они не такой мобильный телефон подарили. Знаете, есть такая инфантильная истерика. А подготовить ребенка так, чтобы, во-первых, помочь родителям, не успевающим это сделать, но сделать ребенка к 17 годам максимально приспособленным к жизни. Инфантилизм — это прежде всего неприспособленность жизни, невозможность пройти точку Гамлета в принципе. То есть, по большому счету, дети, которые свесив ножки живут на шее у родителей, они переходить эту точку даже не собираются. То есть, по большому счету, у них в программе лежит такой план, что мама с папой, либо кто будет опекать, будут с ними всегда. Этот инфантилизм, он на самом деле сказывается еще и в том смысле, что когда человек устраивается на работу, многие работодатели или многие там руководители с такой ситуацией сталкивались. Приходит молодой человек на работу, и его отношение к работе таково. Я ничего не знаю. Я буду все делать, если вы мне скажете, по команде. Если я что-то не понимаю, вы мне, пожалуйста, объясните. Что значит объяснить? Это значит, посидите со мной, сделайте вместе со мной. Но поскольку я работаю с 10 до 5, то заплатите мне за часы. Это называется синекура. Это называется человек вообще ни о чем не беспокоится. Ему все равно заплатят. Беспокоиться точно так же ни о чем не надо. И люди живут десятилетиями в таком состоянии. При этом руководители и работодатели понимают, что это пустое место. И в принципе балласт, который всегда есть в любом коллективе, все равно опирается на тех людей, которые тянут лямку сами. И сами и инициативу проявляют, ответственность берут, приклеиваются к руководителю, проводят летучки, совещания и, собственно говоря, решают текущие вопросы. Это вот к чему приводит инфантилизм в воспитании с точки зрения кадрового резерва. С точки зрения, скажем, работодателей или детей, которые родились в стоячих семьях, у которых есть бизнес и выстроенная инфраструктура, как правило, такие дети идут не в производственную сферу, а, естественно, в торговую, спекулятивную, когда заработок делается из ничего. Есть же такие, знаете, области деятельности человеческой, когда богатство появляется из ничего. Это тоже определенный отпечаток на психику. Это тоже определенный способ стояния на земле, который, кстати, в своей системе ценностей такое понятие, как государство, родина, патриотизм, там вообще отсутствует. Там есть такие ценности, как прибыль, месячная прибыль, квартальная прибыль. И если, например, прибыль в Чехии или в Бельгии становится больше по валу, то зачем мне эта родина и какие тут ценности? Не надо мне рассказывать эти вещи, я просто перееду туда. А если я еще и храню прибыль, скажем, в банках с английской юрисдикцией, то понятное дело, что на меня всегда найдут выход эти люди, которые в той или иной степени еще и простимулируют вот этот антипатриотический подход. Вернемся к школьникам и студентам. Для того, чтобы эту проблему решить, а ведь на самом деле речь не только о том, что школьники задают вопрос, почему у нас украли родину. Проблема, понятное дело, во-первых, в их психике, в том, что с ними очень мало контактируют люди более старшего поколения, но очень много контактируют режиссеры и продюсеры различных мультфильмов, фильмов, которые сделаны на Западе, либо нашими продакшенами по западным лекалам, а наши продакшены по нашим лекалам практически не делают ничего. Это первая системная проблема, на нее нужно обратить внимание, ее нужно сформулировать, ее нужно поставить в повестку дня, но везде, где только можно, на уровне всех министерств, и культуры, и образования, на уровне блогеров, на уровне родителей, педагогического сообщества, тьютеров, родительского сообщества, это очень большая проблема. То есть все поставщики контента, примерно в соотношении 85-90% для наших детей, они находятся на Западе, если не территориально, то идеологически. Это первое. Второе. Наши дети действительно плохо образованы с точки зрения знаний истории 20 века. Для того, чтобы ответить на вопрос, что такое Украина и Россия в соотношении, что это было раньше, до 1954 года, что такое Украина, как проект Австро-Венгерской империи, что такое указ 1916 года о переименовании Великого княжества русского в Украину, и как этот проект был поддержан большевиками в начале 20-х годов, это все достаточно длинный труд, это все надо разложить. Этого никто не рассказывает. Вернее, в курсе истории об этом говорят, но не очень плотно. И получается, что у нас есть провисание в некоторых видах работ, которые нам с вами нужно восполнить. Мы продолжим эту тему в других выпусках. Сегодня у нас 19 февраля, пятница. Встретимся с вами в понедельник и продолжим разговоры о том, как правильно и эффективно выстроить картинку будущего. Картинка будущего – это не только то, как будут жить россияне в 2030-40-м годах, а то, что будет в головах наших детей. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова